Вы смотрите RTVI, с вами Мариана Минскер. Здравствуйте. Нам надо поговорить о том, как СМИ влияют на наше подсознание, о том, как самому не стать жертвой манипуляции, как противостоять информационному потоку и принимать оптимальные решения в режиме неопределенности. Со мной в студии социальный психолог, профессор Колумбийского университета Светлана Комиссарук. Светлана, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ну вот смотрите, как оказалось, убедить человека принять нужное нам решение гораздо легче, чем кажется. Почему так происходит? Почему мы настолько подвержены влиянию? Человек – социальное животное, мы все живем в стае, и поэтому мы без конца, как короля играет окружение. Такий человек, то, что он из себя представляет, определяет тем, кто его окружает. Он говорит, я с вами сейчас сижу, я профессор Колумбийского университета, я прихожу домой, я мама, я прихожу на работу, я сотрудник, я прихожу в метро, я всего лишь пассажир в метро и так далее. В зависимости от того, где я, я определяю свою роль. Поэтому окружение определяет, что я слышу, как я слышу, как я реагирую, как я воспринимаю. Но почему человек так внушаем? Потому что мы живем коммуной, и потому что мы разделяем реальность. Я вижу что-то, и это нереально до тех пор, пока я с кем-то переглянулась. И мы абсолютно точно думаем одно и то же. Вот тогда это стало правдой. И внушаемость идет оттуда, что большое количество людей вокруг меня видят эту реальность, как реальность. И тогда я тоже вместе с ними ее разделяю. Например, знаменитый эксперимент. Девочку посадили заполнять какие-то длинные документы, анкету, и стали из кондиционера выпускать газ медленно, такой, клубами. Если девочка сидит одна, она немедленно, и скрытые камеры снимают. Эта студентка немедленно забьет тревогу, что что-то там не то. Если она сидит в окружении коллаборантов, конфедератов, которые помогают экспериментатору, играют роль таких же студентов, на самом деле им четко сказали, как себя вести, и они все продолжают спокойно работать над такими же анкетами, явно ей страшно, явно ей непонятно, она смотрит вокруг. Все спокойно. Никто не реагирует, продолжает. Через пять минут уже дым клубится прямо им в лицо, она смотрит вокруг. Никто не реагирует, и она не реагирует. Как интересно, эффект толпы. Эффект конформизма огромного. Огромного. Эффект confirmation bias переводится на русский как эффект убежденности, что ты прав. Вот если я думаю о чем-то и имею очень строгое, очень твердое мнение, то есть всего количество фактов разноречивых, которые ко мне поступают, я буду подсознательно выбирать только те факты, которые подтверждают мою точку зрения. Поэтому такая поляризация мнений. Нам кажется, что мы получаем новостную страницу, которая объективно, тезисно нам дает точную информацию. На самом деле мы получаем новостную страницу, которая нас определила как потребителя этой информации. И эта новостная страница будет под нас подстроена. Мало того, чем больше мы в Фейсбуке, например, или в любой социальной сети ВКонтакте ставим лайки и соглашаемся с другими такими же потребителями информации, тем больше мы их видим в своей линии, в своем ВКонтакте, на своей стене. И тем больше создается убеждение, что все думают так же, как и я. А это у всех людей, да? У всех абсолютно. Все выбирают факты, которые подтверждают собственную точку зрения. Почему мы это делаем подсознательно? Это не то, что я сижу и думаю так, вот это вычеркиваем, а вот это правильно. Нет, это делается подсознательно. Я запоминаю факты, которые подтверждают мою точку зрения. Знаете, вот если у вас пестрый ковер лежит на полу, и на этом ковре огромные узоры разного цвета, в зависимости от того, какое у вас настроение, какое у вас воспитание, какие вы сегодня очки одели, вы смотрите и говорите, ой, какой красивый желтенький ковер. Вы видите, из всей пестроты желтые армами. А я сижу и говорю, да ужас, грязный, смотри, одно черное. И каждому из нас кажется, что наш ракурс, наши очки оптимально правильные. Как тогда происходит то, что люди меняют свою точку зрения, меняют свое мнение по тому или иному поводу? Это происходит при помощи определенных затраченных когнитивных усилий. Что такое когнитивные усилия? Когнитивные усилия – это когда нужно взвесить, продумать. Когниться – это мышление. Нужно подумать, взвесить, в противовес затратить энергию. Когнитивную, психологическую. Если, как чаще всего бывает, мы потребляем огромное количество информации на автопилоте, автоматически мы выбираем то, что подтверждает. Автоматически мы соглашаемся с теми, кто нам близок, по нашему мнению. Не зная, что такое же количество людей, возможно, думают по-другому. Мы их просто не видим в окружении. В Америке штатами голосуют. Весь штат – демократы, весь штат – консерванты. Как-то так получилось, консерваторы, консерванты. Именно потому, что люди вокруг видят своих собеседников, свою семью, своих сотрудников, которые думают так же, не думают, ну вот единственная правильная точка зрения. А если их привезти в студию, посадить, дать им статистику, рассказать, что существует и вот так, и вот так, и вот так, то есть заставить их когнитивно сесть и заняться сравнением и обработкой информации. Они приложат усилия, они будут готовы к тому, что нужно выбрать наиболее оптимальный вариант. И тогда не на автопилоте, они поменяют мнение. Вот вы говорите, что люди просто не замечают других, у которых противоположная или не такая, как у меня, точка зрения. Мне кажется, не то, что не замечают, а очень агрессивно к ним относятся и агрессивно отстаивают свою точку зрения. И вообще такая нетерпимость к чужому мнению сейчас очень сильно выявляется. На самом деле, вы знаете, это не только к чужому мнению, это вообще нетерпимость к чужому. Это идет из самых-самых первых дней человечества. Для того, чтобы знать... То есть это не только сейчас? Всегда было. Для того, чтобы знать, агрессор или не агрессор, для того, чтобы знать, принять или защищаться, мы всю жизнь и наши предки должны были различать весь мир на своих и чужих. Даже если я просто студентам скажу рассчитаться на первый и второй, вот в аудитории, они первый и второй рассчитаются, и я первым скажу, что вот вы молодцы, вы на этой абстрактной картине видите прекрасно, и скажите, пожалуйста, что вы видите. А вторым я скажу, когда первый не слышал, вы такие молодцы, вы на этой абстрактной картине видите прекрасно, что вы видите. И когда я и у тех, и у тех получу совершенно субъективные, ничего не значащие ответы, Я им задам главный вопрос. Как вы думаете, кто лучше ответил, первые или вторые? Первые будут кричать первые, вторые будут кричать вторые. Мы заточены эволюцией своих, наших, отличать от других, принимать общую нашу точку зрения и считать ее абсолютно правильной. Отсюда нетерпимость к чужому мнению. Я вам больше скажу, в пределах одной семьи часто бывает так, что абсолютно разные полярные, зачастую, мнения и точки зрения бабушки, мамы и дети, родители мамы, папы и дети. Хотя это, казалось бы, единица общая, семья. Дело в том, что единица может любить какие-то блюда все вместе или иметь представление, как правильно праздники празднуются, но на политические темы или на другие острые социальные темы они, как правило, говорят каждый в своем социуме. Бабушки говорят среди бабушек, мамы среди мам, а дети среди детей. Просто по-другому определяются. И они своих и чужих определяют не в семье, а каждый на своем уровне социальном, со своими соратниками по группе. Да. Поэтому такие разные мнения. А почему такие разные все-таки в пределах одной семьи? Почему так? Потому что очень по-разному мы видим жизнь в зависимости от своего жизненного опыта, в зависимости от того мира, в котором мы выросли, и в зависимости от того, насколько быстро и хорошо мы умеем обрабатывать большое количество информации. Наши дети в этом плане намного больше развиты когнитивно, чем мы. Наши дети уже пришли в этот мир, который глобализован, и в котором огромное количество, огромный доступ информации в интернете. Мы к этому потихонечку привыкаем и потихонечку как-то находим свое место в этом огромном потоке. Наши родители выросли в другом столетии, выросли с другими источниками информации, и у них до сих пор напечатанное выглядит как настоящее и достоверное. У них до сих пор, если услышал по радио... Или по телевизору, это точно правда. Да, да, да. Врать не будут. Дело в том, что их очень трудно с этого сдвинуть, точно так же, как если даже к вам пришел какой-то знаменитый прораб-строитель и говорит вам, у вас на самом деле крыша подтекает, и у вас вообще дом стоит наклонен, и очень скоро это все начнет рушиться и съезжать. Давайте я вам все починю. Вы говорите, ну давайте, раз плохо стоит. Он говорит, вам для этого нужно будет все разрушить, поставить фундамент и выровнять стены. Вы говорите, а где я жить буду все это время? Он говорит, ну потерпите. Он приходит, там ломает, исчезает, как все наши прорабы любят, да, начать и пойти на следующий проект. Если это касается вашего дома, это стрессовое состояние, но вы где-то еще найдете, где жить. А если речь идет о ваших взглядах, о ваших убеждениях, о вашей психологической сетке, кто-то вам говорит, все, что ты до сих пор думал, все неправильно, перечеркиваем. Все неправильно. У тебя крыша подтекает и стены кривые. И вообще тихо шайшем шурша, шифером шурша едет крыша не спеша. Ты говоришь, нет-нет-нет, пусть криво, пусть стены косые, пусть крыша течет, но, пожалуйста, не трогайте. Я в этом живу, худо-бедно, меня это устраивает. Поэтому так тяжело людям менять мнение, и поэтому так тяжело, например, решаться на какие-то перемены психологические. Приходишь к психологу, который очень директивен, и который говорит, вот, теперь мы будем жить по-новому, крыша течет. Будьте осторожны, потому что он вам начнет, разрушит и... Нет, про психологов поговорим, это отдельно. Ну так, а как правильно-то? То есть надо менять свою точку зрения, свое убеждение? Нет, но только брать власть в свои руки. Решать свою точку зрения, менять можно. Только в моем темпе, только когда у меня на это четко есть время, и когда я четко понимаю, что есть специалисты, чье мнение важно, есть просто соседи по площадке, есть фейк-ньюс. Четко это огромный когнитивный ресурс. Но это сложно, это профессионалам-то не всегда понятно, где фейк-ньюс, а как отличить фейк-ньюс от не фейк? Точно. Поэтому нужно очень осторожно держать себя в руках и ничего директивного с восклицательным знаком не объявлять. Чем человек интеллигентнее, чем у него больше развито критическое мышление, чем он больше готов к полемике, чем он более аналитичен, тем меньше восклицательных знаков в его взглядах, и тем больше он готов ответить на вопрос. Не знаю, мне надо подумать. Если человек вам не задумываясь дает ответ, будьте осторожны. Человек должен четко понимать, что в этом мире с огромным потоком информации уже давным-давно нет ничего черно-белого. Так, то есть в поляризации пространства виновата глобализация, ну, виновата в кавычках. В поляризации мнений прежде всего виноват огромный поток информации. Больше всего, если я должна поставить прямо вот на эту точку, виноват интернет, потому что у нас огромное количество информации, она вся доступна, и уже нет цензуры, которая бы каким-то образом отсекала, знаете, семена отплевел. Уже все, что хочешь, можно найти в интернете. Можно записать какое-то слово ключевое, и откроется очень много сайтов, иди разбирайся, какой из них говорит правду. Вот этот поток информации, мы же не компьютер, наша голова не умеет объективно обрабатывать потоки информации. Поэтому мы идем по самому короткому пути, по знакомому пути, по тому, во что другие верят, потому что мы раньше у этого человека читали. И отсюда идет вот эта вся манипуляция сознанием. Как понять, что нами манипулируют? Самое простое, вот сейчас я тоже, я не могу так однострочные ответы давать, но самое простое, если вы испытываете чувство вины или неловкости, вами манипулируют. Это самый простой, самая простая формула. Например, идешь по городу, и стоят ребята, которые собирают подписи в защиту животных. И говорят, распишитесь, пожалуйста, мы вот против того, чтобы убивали бездомных собак, например. Ну, благородное дело, чего тебе, жалко расписаться? Расписался. И не знаешь, что еще через 10 мертвых на параллельной улице встретит из той же организации другой и скажет, не могли бы вы пожертвовать 10 долларов на спасение собак? Что ты в этот момент чувствуешь? Называется когнитивный диссонанс. С одной стороны, чуть-чуть я буду деньги давать, с другой стороны, но я же только что расписалась, что мне это важно. Что ты испытываешь? Диссонанс, неловкость, чувство вины. И чтобы его убрать, это очень неприятное чувство. Диссонанс — это расхождение между твоими поступками и твоими убеждениями. Если я уже сказала, что я за бездомных собак, то сейчас я должна заплатить эти 10 долларов. Вот это манипуляция. Вот это манипуляция. Или другое неловкое чувство. Вы заходите в супермаркет, и вам на входе дают бесплатно попробовать йогурты. Вы как человек симпатичный и... Или черную икру вот лучше. Хорошо, давайте черную икру. Дают вам черную икру. Вы ее попробовали, она бесплатная. Дальше вы идете дальше, и что вы испытываете? Очень неприятное чувство. Потому что вам дали, и вы как-то чувствуете себя неловко, вы как-то хотите отблагодарить, вы как-то... Вы не любите быть кому-то обязанным. И поэтому, не знаю, как насчет черной икры, но вот йогурт я явно положу себе в корзину. Ну, стоит девочка, она угостила меня. Это манипуляция. Это манипуляция, элементарно. На этом вся реклама работает. Вы знаете, это совершенно простую русскую пословицу. Бесплатный сыр только в мышеловке. А как не поддаться этой манипуляции? Что нужно говорить себе, и как действовать в этой ситуации? Когда ты понимаешь, что оп, это манипуляция, но чувство вины, и хочется от него избавиться, как поступить? Четка понимает, что в данный момент меня пытаются развести. В данный момент мне создают когнитивный диссонанс. И нужно это хорошо понимать. И это чувство вины, как только оно из неосознанного, автоматического, становится чувством, которое мы поймали, оно теряет остроту. Все, что мы делаем не на автопилоте, а сознательно, облегчает вот эту вот неловкость, которое, это напряжение, которое нужно немедленно. Например, приходит к вам ребенок, и говорит, «Мам, можно я приду в 3 часа ночи? Ты с ума сошла?» Ну хорошо, тогда в час. Та же манипуляция. Когда она говорит больше, чем ей нужно, я ей отказываю, и тут же что я испытываю? Ох, какая я плохая мама. Чувствую вины и чуть-чуть рано. А она на самом деле в час сразу хотела прийти. Или, «Папа, дай 50 долларов». Ого, ну дай 10. Вот это все элементарная манипуляция, которая создает когнитивный диссонанс. Я такая хорошая мама, и я отказала. Я понимаю. Возвращаясь, к примеру, в супермаркете. То есть нужно изначально не брать йогурт, когда тебе дают попробовать, или не обязательно покупать потом в конце? Каждый выбирает для себя. Главное – понимать, что если ты берешь йогурт, то ты его берешь потому, что тебе действительно понравилось то, что ты пробовал, а не потому, что ты хочешь загладить какую-то вину, которую тебе кто-то навязал, совершенно спровоцировал. Осознанно. Как только ты поступаешь основанно и принимаешь решение осознанно, тобой уже нельзя манипулировать. По крайней мере, труднее. Как понять, что нами манипулируют СМИ? Вот все, что говорят, например, по федеральным телеканалам. Как понять, что что-то там из этого правда, что-то фейк-ньюс, а что-то манипуляция? Как отделить? Вы знаете, я даже не знаю, зачем это понимать, потому что это вот я вам сейчас говорю. Все СМИ нами манипулируют. Окей? Уже все. Поймите, примите. Все СМИ, и РТВА в том числе. Но не все. 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 Почему? Потому что не существует объективной реальности. Потому что у каждого канала есть своя правда, свое направление, свой взгляд. Я вам хочу сказать, что РТВА в этом смысле реальное исключение, потому что мы по обе стороны. И мы выслушиваем как за, так и против. И мы предоставляем мнение абсолютно полярное. И площадку предоставляем всем. Это правда, это факт. Молодцы. Вы будете первый канал, который манипулирует сознанием. Кроме вас, все манипулируют. Почему? Потому что манипуляция это общение. Манипуляция, это не обязательно отрицательно. Манипуляция, это когда я вам передаю свой взгляд на мир и хочу, чтобы вы с ним согласились. Например, с тем же ковром. Я вам говорю, желтый? Интересно. И раньше я видела черного, а теперь, когда вы мне сказали, что желтый, я думаю, действительно желтый. Потому что в этом ковре столько узоров, столько цветов, что если вы мне свои очки, свой взгляд на мир передадите, и если это звучит убедительно, и очки чистые, и протерты, я посмотрю и скажу, действительно, действительно желтый. Смотрите, при общении я хочу вам донести свою мысль. Она у меня в голове сформирована, это в хорошем смысле, если я точно знаю, что я хочу сказать, что тоже редко в общении бывает. Я вам эту мысль доношу выбранными словами в данный момент. Произошло искажение. Уже. Это перевод моей мысли в слова. Дальше вы эти слова слышите по-своему. Произошло следующее искажение. Дальше вы эти слова интерпретируете у себя в голове и запоминайте, что я сказала. Представляете, сколько обработки информации произошло до тех пор, пока она у вас отложилась. Помните, как Штирлиц эту коляску вывез и сказал, запоминаются последние. Помните? Есть огромное количество несовершенства нашей памяти, нашего когнитивного аппарата, наложения усталости, наложения стресса, наложения эмоций, которые информацию искажают. Поэтому манипуляция может быть, потому что нами манипулируют или потому что мы в силу огромного количества факторов не слышим ту объективную информацию, которую нам передали. А как тогда донести информацию вот абсолютно целостной, такой, какой я хочу ее донести, как я это понимаю? Как мне донести это до другого человека? Будет через милю, прилично. Нужно как можно четче выбирать слова, формулировать четко и возможно, возможно, сразу дать себе право на ошибку и сказать, что я надеюсь, что я сказала это понятно, но на всякий случай я хочу еще сказать это по-другому, другими словами и повторить. И очень важна обратная связь. Вот как хороший преподаватель отличается от плохого. Он на лекции говорит, вы меня можете перебивать в любое время, если что-то непонятно, если я говорю очень быстро, если я говорю не тем языком, который вам понятен, если вам и акцент непонятен. Мне главное, чтобы вы поняли то, что я хочу вам сказать. Мне не важно, чтобы вы согласились, что я права. Мне важно проверить, донесла ли я ту информацию, которую я хотела до вас донести. А самое главное, быть открытым чужому мнению. Не начинать информацию с того, что я знаю правду и это истина в последней инстанции, а начинать мне кажется, вы можете со мной не согласиться, но, или вот на данный момент похоже, что. В тот момент, когда у вас нет такой вот абсолютной уверенности в себе и выступает ва знака, человек психологически больше готов вас слушать. В тот момент, когда все кричат, перебивая друг друга, они все раздражают. И левые, и правые, и профессора, и непрофессора. Всякая директивность, всякая вот такая радикальная точка зрения вызывает неприятие. Кто ты такой, рассказывать мне об этом? очень важно. Но некоторые политики, мы знаем, этим пользуются, вот такой директивностью и за ними действительно идут. Это с чем связано? Это связано с тем, что в любом обществе, а особенно в обществе, которое переживает трудные времена, есть потребность в очень сильном лидере. и сильный лидер, чем более простым языком сформулирует, почему нам плохо, и как он нас сейчас всех вместе поведет в светлое будущее, потому что он знает четко, кто враг, и как его победить, тем больше за ним идут люди, которые в данный момент чувствуют себя ущемленными. Самый простой общий знаменатель, который всегда был и всегда будет, против кого дружим. Как Гитлер поднял свою нацию после Первой мировой войны на Вторую мировую войну? К ним пришел и сказал, ребята, я знаю, почему так плохо. Нас унизили в Первой мировой войне, а мы великая нация. И вот эти, вот эти, вот эти народы, это те, из-за которых у нас все плохо. И я знаю, как их победить. Давайте эти народы уничтожим под корень, и все у нас будет хорошо. Или как на выборах лидеры разные говорят, я знаю, почему у нас нет работы. Потому что у нас вот иммигранты разобрали все хорошие места. Давайте иммигрантов не пускать, и все будет хорошо. Я вам верну уважение к себе. Я знаю, как сделать нашу державу сильной. Я знаю тот метод, который поднимет нас с колен. И в те времена, когда нация действительно чувствует себя стоящей на коленах, на коленях, им очень приятно и понятно, за кем нужно идти. Очень примитивное сознание, когда тебе плохо. Ты опускаешься в пирамиде масла на самую низкую ступень, где это безопасность, кровь, еда твоей семьи. Ты уже не думаешь о высоких материях, ты не хочешь любить все человечество, ты не думаешь, как тебе реализовать свою карьеру, ты думаешь о самом элементарном, самом низком. На базовых потребностях. Примитивные базовые потребности. И вот эти базовые потребности, это общий знаменатель в трудностях. И на этих базовых потребностях сильные лидеры строят свои манипуляции. То есть это тоже манипуляция? Естественно. У них у всех работают штабы социальных психологов, чтобы вы не сомневались. Ну тогда вообще все вокруг манипуляция. И все люди манипулируют так или иначе друг другом, да? Да. Если это сказать не в такой негативной стороне, потому что мы говорим, когда все вокруг манипуляции, мы все манипуляторы, это звучит как-то очень негативно. Давайте скажем иначе. Как разделить? Давайте скажем иначе. Все вокруг необъективно. И все мы жертвы разных восприятий и разных ракурсов и разных углов зрения. И все мы ищем, с кем соглашаться, а с кем не соглашаться. Кто наши и кто не наши и против кого дружить. Так устроен этот мир. Чем ты выше в пирамиде масла, чем ты больше уверен, что у тебя все хорошо, есть кровь, есть семья, тебя любят, ты в безопасности, чем выше ты поднимаешься по этой пирамиде потребностей, тем больше ты открыт новому, тем больше ты готов слышать, тем больше ты допускаешь, что есть больше, чем одна точка зрения. У тебя есть роскошь позволить себе усомниться. Когда ты на базовом уровне, в самом низу этой пирамиды, тебе не до того, чтобы любить ближнего, тебе выживать надо. И в этот момент это и легкая добыча манипуляции. Вот по поводу добычи манипулятора. Как не стать добычей манипулятора? Как осознать, что мы манипулируем? И вообще вот примеры, когда нами манипулируют, и как это делают? Ну самое простое, вот я вам сказала, чувство вины. Несоответствие, которое внутри звучит диссонансом. Диссонанс в музыке, это когда очень такой некрасивый звук, не сочетающихся двух нот. Консонанс, это когда красивое и благозвучие, а диссонанс, это когда режет слух. Вот если вы испытываете вот это режущее между тем, что вы думаете, и тем, как вы себя ведете, это манипулирование. Почувствовала вину, почувствовала неловкость, стоп, только что все было хорошо. Что происходит? Прислушиваться к себе и доверять себе, это первое. Какие-то примеры, где нами манипулируют чаще всего и как это происходит? Я думаю, больше всего нами манипулирует реклама. Причем все более изысканно. Раньше было достаточно посадить красивую женщину на капот машины и продать эту машину дороже. Потому что в нашем сознании красота и роскошь ассоциируются с красивой женской фигурой или с белоснежной улыбкой. Сейчас это настолько уже понятно, что на это уже не ведутся. Сейчас показывают какой-нибудь красивый ролик. Недавно был совершенно потрясающий ролик. Вчера или позавчера я видела про Деда Мороза, который новую Ауди красную купил. Не видели вы? Такой мотивирующий, красивый ролик. Так долго рассказывают о Деде Морозе, который был такой старый, такой толстый. И вот вдруг он увидел эту машину и решил ее почему-то заработать тем, что стал заниматься спортом. Логика вообще странна. Но смотришь этот ролик с таким удовольствием и уже начинаешь даже забывать о чем идет речь и вдруг в конце он садится худой под жарой Дед Мороз на эту красную Ауди и уносится вдаль. То есть манипуляции становится... А где тут чувство вины? Тут нет чувства вины, тут чувство диссонанса. Тут как-то непонятно. Вроде бы я не хочу машину, но с другой стороны я такое удовольствие получаю от этого Деда Мороза и так мне поднимает настроение. Что-то тут происходит. Может, я эту машину хочу? Вот несоответствие между моими убеждениями и моим поведением. Очень тонко манипуляция работает. Когда мы ее раскладываем по полочкам, выглядит так примитивно. Господи, на это я купился. Но когда это все сделано грамотно и креативно, реклама продолжает на нас действовать. А кто самый главный потребитель рекламы? Кто ведется и потом очень говорит давайте купим? Дети. Дети. Самая благодарная и самая податная благодатная почва для рекламы это дети. Поэтому такое количество рекламы в потреблении особенно во всякой еде сделано в расчете на детскую аудиторию. Потому что дети потом из родителей вырвут с корнем, когда они увидят где-нибудь вот эти вот там хлопья кукурузные или там какой-то йогурт. В новостях допустим нами как манипулируют? На разных каналах? В новостях нам просто подбирают какие именно новости нам в этот день покажут. Желтый ковер или черный ковер? Новости с черной стороны скажут смотрите какое все черное вот и этот и этот произошел факт и этот и этот и политический обозреватель вот с нами согласен и вот мы на улице взяли интервью и вот и таксист так сказал а те кто видят желтое говорят смотрите какое все желтое вот и политический обозреватель сказал желтое и таксист сказал желтое Такое огромное количество фактов, что из них, как у ковра, можно любую картину сделать более видимой, более бьющей в глаза. И в этом смысл любой подборки новостей. В этом смысл, например, почему один теоретический акт показывают буквально каждые полчаса. Это ужасно. Это, кстати, один из самых главных советов, который дают психологи. Новости продаются, когда они говорят о злободневных, ужасных событиях. Потому что мы все должны все время мониторить, что происходит, чтобы быть готовным к опасности. Поэтому, если произошло что-то плохое, и вам показали кадры об этом, перестаньте смотреть это еще через час, еще через час. Потому что наш мозг не понимает, что это одни и те же кадры. Он каждый раз в состояние ужасов входит. И стресс, вместо того, чтобы его пережить один раз, накапливается в течение дня все больше и больше. Второе. Для того, чтобы привлечь и повысить рейтинг новостных программ, снимают очень близко, очень шокирующие съемки. Например, если автомобильная авария, то показывают там это тело, которое лежит в брезенте. Или там, если где-то что-то взорвалось, то показывают, как эти скорой помощи, и человек лежит на полу, и у него перебинтована кровяная там какая-то рана. Первое, что сделали, к чести американцев, при теракте в 9-11 в сентябре, когда две башни Близнецов упали, первое, что они сделали, они отцепили по периметру вокруг и не пускали новости с камерами, чтобы оградить зрителей от вот этих жутких кадров, которые любой хороший журналист и репортер первым делом выискивает. Работает на органы чувств. Пропаганда – это манипуляция? Да, естественно. Причем эта манипуляция может осознанна или неосознанна. Есть пропагандисты, которые искренне согласны, и они так вот миссионерством занимаются. Они несут в мир свою правду. А есть пропагандисты и негодяи, которые пропагандируют то, что им выгодно, потому что им нужно согласие масс на какую-то там их очередную авантюру. Как зрителям противостоять манипуляции, которая идет из СМИ? Зрители должны, во-первых, ограничить потоки информации, во-первых. То есть, например, сказать себе, что я смотрю новости в интернете 2 часа, и вечером еще один раз. Перестать быть открытым этому бомбардированию новостями, во-первых. Во-вторых, зрители должны использовать свой рационал, свое аналитическое воображение и принять раз и навсегда, что объективной реальности нет. Все, что мы видим, передается только в ракурсе, в линзах того конкретного репортера, который об этом говорит, или того канала, который хочет нам передать эту правду. Сейчас, слава Богу, если есть желание и энергия, можно найти информацию об одном и том же событии с нескольких ракурсов. Это занимает время, поэтому мы чаще всего это не делаем. Но мы выбираем на автопилоте какую-то одну новостную или две новостные компании, которым мы доверяем, и их слушаем. И отсюда поляризация. Мы слушаем только их, наши противники слушают только их, и каждому кажется, что вот это и есть истина. И поэтому мы все больше становимся радикально правыми, радикально левыми, радикально за, радикально против и так далее. Хорошо. Как самим научиться манипулировать для того, чтобы произвести нужное впечатление? Например, правильно отвечать на какие-то вопросы работодателя, к примеру, произвести на него впечатление, нужное нам? Расскажите. Хороший вопрос. На самом деле, если уж мы все друг другом манипулируем, и если уж нет объективной реальности, то давайте ту реальность, которую мы продаем как объективную, подадим в максимально выигрышном свете. Раз уж мы все манипуляторы, давайте этим пользоваться. И действительно, существует несколько техник, которые работают очень хорошо, особенно они работают при произведении первого впечатления. Так как мы все-всех делим на своих и чужих, то по любому признаку нам со своими лучше, чем с чужими. И вот этот критерий, кто свой, кто чужой, может быть совершенно от потолка. Можете себе представить, что мы относимся лучшим к тем, кто родился в тот же месяц, как и мы, потому что мы с ним по одному знаку гороскопа. Или, например, мы чувствуем к человеку симпатию, вдруг услышав, что он закончил тот же университет, который я закончил. Вот ничего же не произошло, совершенно чужой человек. Но каким-то образом он становится наш, против чужих. Этим очень легко манипулировать. И есть такие профессионалы, которые, например, в минглинг, когда нетворкинг, и тебе нужно социальные там плести интриги, они просто заранее узнают о человеке, на которого произвести впечатление, его какие-то совершенно биографические данные, и играют с этим. Например, они говорят, как вас зовут, Джек? Ой, моего папу зовут Джеки, это такое хорошее имя. Вот на пустом месте, а человек вдруг чувствует себя к тебе ближе. Или вторая, очень легкая и очень удачная технология. Когда ты приходишь произвести впечатление на человека, от которого ты зависишь, например, на своего босса или на интервьюера, который может выбрать, взять тебя на работу или нет, начинай его полностью копировать. Вот он поднял, и я поднял бровь. Он сел вот так, и я сел вот так. Он почесал нос, и я почесал нос. Но это же заметно, что зеркалит. Не заметно, потому что человек-то занимается тем, что он тебя оценивает, но в тот момент, когда ты стараешься на таком примитивном, совершенно базовом уровне, быть чуть-чуть ближе на него похожим, он к тебе подсознательно испытывает симпатию. Это работает? Да. Или вот, например, такой тоже... А почему я знаю, что это работает? Потому что социальная психология изучает это в четко поставленных лабораторных экспериментах. Ко мне приходят обычные мои испытываемые, я их делю совершенно рандомально, случайным образом на две группы, в этой группе говорю интервьюеру копировать, а в этой группе говорю не копировать. И потом я считаю, какой процент взяли на работу из этой группы, из этой группы. То есть это можно проверить экспериментом социальным. Второй способ, который очень легкий. Человек, который тебя принимает на работу, не должен слышать слово «нет». До абсурда. Вот, например, я вас спрашиваю. Вы говорите на немецком языке? Нельзя говорить «нет, не говорю». Нужно говорить «да, говорю на английском». Хотя нет никакой логики, но чем чаще вы говорите «да», тем лучше эта техника, которая приведет к тому, что человек видит вас как компетентного. Вот если это все разобрать, как мы сейчас разбираем по полочкам, звучит абсурдом. Но манипуляция действует тогда, когда это влияние происходит на автопилоте. Человек думает о другом, он задает вам вопросы, и он слышит вот этот вот фон «да». Именно «да» нужно говорить или просто не говорить «нет»? Не говорить «нет». И есть еще очень много способов манипулирования. Например, для того, чтобы проявить заинтересованность, и это, кстати, логика в этом определенная, для того, чтобы проявить заинтересованность в конкретном месте работы, нужно сделать как можно больше поиска информации, быть готовым. И когда вы приходите к приему на работу, вы должны настолько хорошо знать, чем они занимаются, что когда вы говорите об этом и задаете вопросы, подсознательно у вашего HR, который принимает на работу, создается впечатление, что это вы его проверяете, хотите ли вы там работать. Подсознательно. Это манипуляция. Огромное количество манипуляций. Например, еще манипуляция. Вас вызвали, потому что учитель недоволен вашим ребенком. Что учитель ждет? Что вы начнете защищаться? Принцип Айкидо. Сделать неожиданность, на которую человек не рассчитывал. Вдруг вместо того, чтобы защищаться, прийти и сказать, «Господи, как хорошо, что вы это сказали, я так давно об этом думаю, я тоже об этом переживаю, давайте с вами вместе думать, как же нам помочь этому ребенку». Манипуляция, хотя в ней есть здоровое зерно. Вместо того, чтобы прийти и лоб в лоб, кто виноват и что делать, просто вместе объединиться в решении проблемы. Перенести акцент из того, что я плохой, а ты меня обвиняешь на то, что нам плохо, давай разбираться, что делать. Манипуляция работает очень хорошо. А манипуляция в отношениях? Манипуляция в отношениях – это плохо. Всегда. Ну хорошо, произвести впечатление на понравившихся мужчин и женщин. Такой самый простой способ понравится. Мы все ужасно любим то, что нам знакомо. И это действует настолько глубоко, что даже если женщина совершенно заурядной внешностью, но мы ее часто видели, мы больше согласимся, что она хорошенькая. Поэтому, например, простой эксперимент, который несколько раз уже подтвержден и повторен, взяли абсолютно стандартные внешности девушек, студенток, причем проверили перед экспериментом на специальном пайлот-стаде, то есть заранее провели мини-эксперимент, что они действительно абсолютно стандартные внешности, и подсаживали их в большую наклонную аудиторию, в которой было 50 человек, и тут 50 человек, и тут 50 человек. Но здесь они приходили на каждую лекцию, здесь они приходили через лекцию, а здесь они приходили три раза. Мужчины, студенты, которые сидели во всех трех аудиториях, видели одних и тех же девушек. Этих видели часто, этих видели реже, этих видели вообще только два раза. Им всем, этим мужчинам в разных аудиториях, Показали фотографии этих девушек Сначала спросили, вам знакомо это лицо Они сказали нет, потому что аудитория большая Людей много, они даже их не запомнили А теперь, пожалуйста, от 1 до 5 Оцените, насколько она хорошенькая Те, которые видели девушек часто Оценили этих девушек как намного более хорошеньких Чем больше нам мелькает кто-то Чем больше знакома эта физиономия Тем она нам симпатичнее Поэтому хотите понравиться, купите с ним абонемент В один и тот же спортивный клуб И просто качайтесь рядом Через месяц, если вы его встретите в кафе Он скажет, какая хорошенькая Просто потому что знакомое лицо Но если уже, я имею в виду, происходит общение Вот как-то так сманипулировать грамотно Я думаю Вообще-то вопрос такой очень глобальный И ответить на него одной строчкой трудно Но я думаю, что В отличие от всех остальных манипуляций С работодателем Или там с социальным каким-то нетворкингом Когда ты строишь какие-то там сети Плетешь паутинные В отношениях чем больше правды, тем лучше Люди, которые манипулируют в отношениях Это люди, которые абсолютно точно Вызывают чувство вины Это самая лучшая манипуляция И что-то скрывают Или что-то скрывают Не досказывают Говорят не всю правду Рассказывают чуть-чуть в другом ракурсе Чем больше энергии уходит на то, чтобы лгать Просто вот пассивно лгать Не говорить не правду, а не рассказывать всю правду Да? Это разные вещи Чем больше на это уходит энергии Тем меньше общих тем Ты ходишь как по минному полю Ты в отношениях все время думаешь Это сказать, а потянется ниточка И вдруг вытянется то-то И ты вот ходишь на цыпочках Вот это лучше не трогать Тут конфликт Вот это лучше не сказать Он начнет нервничать Вот это лучше не трогать Он мне начнет рассказывать Как я неправильно поступила И чем больше таких минных Заложено проблем Тем меньше у вас общего И тем труднее вести беседу Такие отношения Они, может быть, и выглядят блестящими на поверхности Они обречены на провал Чем больше честности в отношениях Тем они глубже Потому что чем больше Вы знаете, кстати, тоже социальный феномен Мы любим людей не за их достоинства За их недостатки Почему? Потому что я его вижу слабым Я его вижу неуверенным Я вижу в том, что он тоже такой же, как и я, лентяй Как здорово Я тоже могу быть сама собой У нас столько общего Нам легче вместе А если я его вижу спортсменом В 6 утра уже встает Всегда все палочки поппендикулярные Все сложно Думаю, господи, боже мой И это не кинешь Слишком хорошее И тут попшикать И тут подкрасить И тогда ты тоже тянешься В какой-то момент ты говоришь Да в конце концов Где же я могу с собой-то быть? Если наоборот Обратная сторона Как понять в отношениях Что мной манипулируют Здесь тоже возникает Какое-то вот этого чувства Диссонанса, да? Вы знаете, это очень непросто Потому что Обманываться рад Помните? Да Я сам обманываться рад Настолько нам важно Сохранить связь Которая нам дорогая Что Зачастую О том, что нами манипулируют И нам врут Мы узнаем последними К сожалению И Как эту проблему решить? Насколько нужно быть Знаете Держать ухо вострое И все время там Параноидально проверять И состыковывать Акты? Ну не вариант Не вариант Я думаю, что Если мы честно Прислушиваемся к себе То мы намного раньше Поймем, что нами манипулируют Но зачастую Мы в себе эти подозрения Просто опускаем на дно Потому что Отношения Быть в отношениях Или чувствовать себя любимым Важнее настолько Что даже если это манипуляция Пусть хотя бы так Чем никак К сожалению Это очень трудный вопрос Понять в отношениях Насколько все это искренне Прислушаться к своей интуиции Ну и если уж мы заговорили о том Что все друг другом манипулируют То получается, что Психологи тоже манипулируют Зачастую Сознанием своих клиентов Да? Как не обжечься? Как понять? Ну я поняла Я вам рассказала про то Что средства массовой информации Вы мне возвращаете теперь Вы сами психологи Понимаю Манипуляция красива На самом деле Хороший психолог Не будет манипулировать Потому что ему это неинтересно Хороший психолог Как и хороший врач Не будет манипулировать Давайте я вам лучше сделаю операцию Там, где можно обойтись Каким-то более консервативным способом Если человек заинтересован в клиентах Больше, чем он заинтересован в деле Которому он посвятил свою жизнь Тогда это манипуляция От такого психолога Нужно бежать как можно быстрее Психолог, от которого вы выходите В более разобранном состоянии Чем вы туда зашли Психолог, который вас осуждает Оценивает Рассказывает, как правильно Ставит восклицательные знаки В конце каждого предложения Который дает вам четкие советы И который говорит эти советы Директивным тоном Это манипулятор Я не знаю, сознательно или подсознательно Он это делает Но от этого нужно держаться подальше Потому что могут нанести Такие раны, которые потом Другой психолог не так легко залечит Видите, хороший психолог Он как хорошая СМИ В этом смысле Знаете, в чем разница? СМИ орудует фактами Ложными фактами Неправильно подобранными фактами Но все-таки фактами Психолог Психолог работает с намного более аморфной областью Психолог — это зеркало Которое показывает вам, что с вами происходит И задает, может быть, правильные вопросы Или говорит, что мне сейчас показалось Что у тебя изменилось выражение лица Может ли это быть, что ты сейчас сердишься И даже этого не оценила То есть все на уровне Мне показалось Я вижу Давай покопаем глубже Все с вопросительными знаками Вот это хороший психолог Психолог работает с душами Но влияние-то все равно идет в души Мало того, влияние идет в обе стороны Если я работаю с клиентами И я в какой-то степени влияю на них Своим авторитетом Своим профессионализмом Своим взглядом на мир Своим опытом, как расставлять зеркала Точно так же эти клиенты влияют на меня То есть без того, чтобы я это понимала Этот конкретный клиент Напоминает мне друга, моего сына Которого я терпеть не могу И вот этот, которого я терпеть не могу Отбрасывает довольно длинную тень На человека, который мне просто его напоминает И я все, что я знаю о том Неприятном мне человеке Проецирую, даже не задумываясь Это называется трансференс И с этим, во-первых, нужно четко понимать Что с тобой это происходит Во-вторых, с этим справиться Совершенно невозможно в одиночку Поэтому у любого хорошего психолога Обязательно есть психолог Который называется супервайзер Который его мастер Которому он приходит и обсуждает Трудные какие-то случаи Обсуждает свои чувства Когда я работаю с клиентом Ему неинтересно, купила ли я капусту И успела ли я постирать носки Правильно? Он хочет, чтобы я была та, была раз И работала только с ним И я с ним объект Он субъект, он может делать все, что хочет Я сижу и полностью на него Настроена и о себе не думаю Ни почему голова болит Ни почему ботинки жмут и так далее Но где-то же мне тоже человеком надо быть Я же живой человек И во мне все равно вызывают Какие-то противоречивые чувства Что-то напоминает, в чем-то раздражает Запах духов не подходит Слушайте, бывает имя даже Человека, который тебе неприятен Если у другого человека не знаком Вот такое же имя Конечно У тебя уже идет какое-то отражение Где-то же это все нужно отрабатывать Поэтому я прихожу к своему мастеру Супервайзеру И там уже я субъект И там я могу говорить все, что угодно Вот этот меня раздражает С этим у меня не получается Этот сегодня опять рыдал Сколько можно ныть Я никогда в жизни это клиенту не могу испытывать В момент, когда клиент рыдает Но где-то же это надо выносить Поэтому каждому психологу нужен психолог Если человек профессионал У него есть такое Обязательно И у нас уже остается совсем немного времени Вот в заключении Если ты понимаешь, что тобой манипулируют Но решение нужно принять быстро И особенно в состоянии стресса Как это сделать? Если решение нужно принять быстро И вы в состоянии стресса Первое, что вы должны сделать Это сказать Я должен подумать Ни в коем случае Не давайте ответов Если вас ни в коем случае Не давайте ответов Если вас поставили в угол И требуют это сделать немедленно Это самая простая Эффективная манипуляция Ни одно важное решение Нельзя принимать в состоянии стресса Когда от вас это требуют немедленно Если им действительно нужен ваш ответ Они подождут Всегда берите тайм-аут Ничего в состоянии стресса Не говорите важного И не принимайте решения Всегда нужно остыть Разделить тетрадь на плюсы и минусы Поговорить с кем-то На самом деле решение у вас уже внутри есть Но для того, чтобы его сформулировать Не на автопилоте И не в стрессовой ситуации А конкретно Нужно время И нужно это проговорить Поэтому ответ Если требуют срочный ответ Не давать категорически Особенно в состоянии стресса Особенно если это важное решение Ну и мы все понимаем, наверное Что абсолютно не поддаваться Манипуляции невозможно Конечно невозможно То есть нужно просто понимать Что это манипуляция Мы все ходим и делим Свои взгляды на мир И свои приемы И свои очки восприятия Один говорит желто Другой говорит черно Просто принять это как есть Да, мы все люди Конформисты Мы все подвержены влиянию И мы все без конца Друг на друга влияем Просто когда это доходит До масштабов рекламы И когда вам навязывают Чтобы потом взять с вас деньги Или не берите Или если взяли Четко отдавайте себе отчет Что вот это чувство вины Которое я сейчас неловкость испытываю Это просто манипуляция Никому ничего не должен Как только мы с автопилота Переходим на осознанное восприятие Все манипуляции осыпаются Как карточный домик Об этом написано Огромное количество литературы И самое интересное Из всего этого Думай медленно Решай быстро По-моему так на русский переведено Я не уверена как переведено Книга Даня Каммена Это книга Которая в очень простой И интересной форме Объясняет Что думает социальная психология О манипуляциях И принятии решений Найдите эту книгу Она переведена на русский И почитайте там побольше Потому что конечно В таком коротком интервью Это мы тоже сманипулировали Нарезали ответов очень быстро Тема намного глубже и интереснее Почитайте 53 минуты не так уж и мало И тем не менее Да, хорошо Спасибо большое, Светлана Это была Светлана Камисарук Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!